А всем здрасте! Друзья, всем приветули! Формула 1 на канале продолжается. Идем мы семимильными к шагами и все хорошо. Но сегодня вот такой вот коротенький ролик, скорее всего, будет. Хочется просто подвести итоги первой половины сезона. Еще не вышел обзор, если кто-то не смотрит гонки первыми прошедшего этапа в Венгрии. Если кто-то не смотрит гонки, то, ребята, сорян за спойлеры. Обзорчик выйдет чуть попозже. Но, ребята, давайте подведем итоги сезона. Точнее, первой половины сезона. Несмотря на то, что она включала 13 этапов из 22, ну да, вот такая вот половина в Формуле 1. Соответственно, вот так вот вкачаны наши отделы на данный момент. И во второй половине сезона мы их качать не будем. Мы, друзья, будем копить денежку на пилота, на нового пилота. Также, друзья, примерно вот так вот выглядит наша ветка разработки. По износу устойчивости мы тут первого уровня немножко все повкачивали и вкачали второго уровня. Прочность коробки передач. Теперь она у нас без проблем переживает 6 гонок. Остальное качать смысла особого не вижу. Если мы за сезон стартанем последними там 2-3 раза, ничего страшного. Главное ехать быстро. Неплохой у нас буст по двигателю идет. Ветку ЕРС мы прокачали неплохо. Но Хонда остается не самым лучшим двигателем. У нас ЕРС классный. Также мы запустили незначительные прокачки на расход топлива и на мощность двигателя. Поршни тоже решили прокачать. Но все это дело приедет к нам, если не зафейлиться, только после Бельгии. То есть еще одну гонку мы вот с такими вот настройками поедем. По аэродинамике у нас сильного вката нету и мы находимся на дне. Но к Бельгии должны будут приехать вот эти вот обтекаемые рычаги подвески. Снижение турбулентности, то бишь, насколько я понимаю, в слепстриме мы сможем ехать быстрее. Или все время ехать быстрее на прямых, может быть. Не знаю, как это работает, честно. Ну и небольшое у нас улучшение по шасси тоже было. Дальше уже пойдут такие значительные улучшения у нас. Ну и опять-таки находимся мы на дне. Чуть лучше Вильямса. Но ничего, прокачаемся еще и догоним мерседесы. Догоним и перегоним. Правда не сегодня и не в этом сезоне. Но у нас это сезон не последний. Так что не переживайте. Если кому-то интересна история прогресса, то мы в общем-то идем примерно в том же темпе, что и все остальные. И это прекрасно. Далее по болиду. У нас есть еще один, ну практически нульцевый двигатель. Который без проблем может отслужить еще сколько там, 4 гонки. Мы меняем обычно после 50%, а старые двигатели используем уже в практиках. Также у нас еще одна силовая установка 41%. Я думаю, что Бельгию она переживет. Хотя, честно, не знаю. Будем об этом думать. В Бельгии хотелось бы, конечно, хорошо выступить. По коробкам передач у нас все прекрасно. 26% износа после 4 гонок это просто прекрасный результат. Хотя на самом деле я немножко катаю формулу 2 и она формула 2, то бишь. Она учит экономить коробку. Первая у нас сдохла на 87% после 4 гонок, если что. Вторую, третью мы тоже меняли после 4 гонок. Нет, третью мы меняли после 2 гонок, потому что мы получали штрафы тогда. Да, сорян. Ну, в общем-то, с этим у нас все понятно. Далее по компании. У нас на данный момент вот такие вот спонсоры, которые нам платят деньги в игре. В принципе, задачи более-менее нормальные, выполнимые. И, как правило, мы получаем максимум денег за достижение целей. А это около 1 миллиона за гонку. Плюс общий доход в неделю у них тоже около 1 миллиона. Все прекрасно. По поводу контрактов я уже прокачал вот такие вот перки себе. Еще осталось прокачать это все дело третьего уровня. Но для этого надо 15 левел водителя получить. У меня для него как до Китая рэком. Ну и ничего, за временем это тоже у нас появится. Также, друзья, первую половину сезона. Прям первую половину сезона, да. 11 этапов. Мы прокатились с Джулиано Ализи. Он не принес нам ни одного очка. И после того, как мы его подписали за миллион денег, он попросил 2,5 миллиона денег. Мы поменяли его на Набухару Мацушиту. Который ездит так же медленно, но попросил меньше денег. Хотелось по приколу сначала Ранхуна Танго подписать, но что-то как-то потом не знаю. На стриме решили, что это будет Мацушита. Ну и ладно. Кстати, прикольная хрень случилась. В тот момент, когда мы его подписали здесь в Ф1, он почему-то не поехал в Гран-при Сочи. Не знаю почему. То ли его выперли на мороз, то ли он там заболел, то ли еще что-то. Но вместо него в машину посадили Ализи, а вместо Ализи посадили какого-то Хьюза. И я, короче, не в курсе. Но после этого сезона, друзья, мы подпишем себе нового пилота. Если Кимми Райкань не закончит свою карьеру после первого сезона, то вместе с нами поедет Кимми. Классный чувачок. У него опыт 99, он будет переносить нам максимум ресурсов за практики. Неплохой темп и все остальное, короче, топовый пилот. Если же не удастся его подписать, то я вот все думаю между Даниэлем Рикьярда и Серхио Пересом. Тоже довольно-таки быстрые чувачки. Вообще, по параметрам. У Дэна больше шансов выигрывать гонки. У него и темп, и мастерство выше, чем у Переса. Но у Переса выше опыт. На два всего, но выше. Опыт здесь влияет на получение ресурсов в практиках. Так что тут еще, короче, я думаю. Пишите ваше предложение в комментариях, кого бы вы из этих двоих больше хотели увидеть в нашей команде в следующем сезоне. Далее, друзья, по финансам у нас в принципе все нормально. Эта вкладка особо не имеет большой роли. Ну и вот такая вот вкладка у нас тоже есть по финансам, которая вряд ли кому-то сильно интересная. Далее по итогам сезона. Во-первых, соперничество. Мы сейчас ведем соперничество против Даниэля Рикьярда. Идем с ним просто колесо в колесо, что называется. До этого у нас было соперничество с Ромкой Гражданом, которого мы разгромили. И у нас есть уже победа в соперничестве. Но если будем продолжать в том же духе, то Рикьярда мы обойдем. Если смотреть на турнирную таблицу, то мы занимаем седьмую строчку. То есть лидируем в группе Б, однако борьба здесь довольно плотная. До первой шестерки нам не дотянуться никак, потому что они, как правило, финишируют выше меня. Да, бывают подиумы. Может быть мы хорошо, конечно, проедем еще пару гонок. Может быть еще у нас будет подиум до конца сезона. Не исключаю я этого. Но пока борьба с этими ребятами нам не светит. Вот у Хэма с Ботасом, вот там интересная борьба. Там чемпионом может стать кто угодно. За этим, в общем-то, будет интересно наблюдать. Болеем за Валерку. Так что как-то так. Ну и да, итоговые результаты Кубка Конструкторов. Мы находимся на пятом месте. В принципе, очков столько же, сколько у меня одного. Потому что мои напарники не перевозят очки. Но да ладно. Тут тоже идет плотничком борьба, потому что все остальные заезжают в очки двумя машинами. Но постараемся заработать себе четвертое место. Было бы, по-моему, классно. И, друзья, самое интересное это... Ради чего здесь все собрались, наверное, да? Ну я, по крайней мере, точно этот ролик записываю именно для этого. У нас, друзья, новый спонсор. Скажем так, по роллплею новый спонсор. И сейчас будет презентация нового болида. А мы начинаем перерыв между сезонами. Вот, друзья, теперь у нас новые цвета, новый логотип. Новый суперкрутой спонсор, который будет составлять самую большую конкуренцию Red Bull. Да, Денит мне говорил, что подпишешь контракт с Monter Energy, и я перестану пить Red Bull. Я это запомнил. Так что вот такие вот сейчас у нас отделы, и все вот так вот круто. Пишите, друзья, нравится ли вам такая раскраска? Вот мне она понравилась. Итальянские цвета. В следующем сезоне мы перейдем на итальянские двигатели, потому что эти спонсоры запретили нам использовать те же самые движки, что их самые главные конкуренты из Red Bull. Ну, в общем-то, ладно. Друзья, у меня на этом все. Всем огромное спасибо за просмотр. Пишите ваши комментарии по поводу тех, какие гонки вам понравились самое больше. Какие моменты вам понравились самое больше. Как вам новая раскраска и так далее. Команда у нас теперь тоже меняет название на Monster Energy Drunken Chipmunks F1. Пришлось сократить, но это опять-таки, знаете ли, контракты и все такое прочее. Впереди, друзья, у нас Бельгия. Уже совсем скоро, поэтому приходите, будет весело. На этом у меня все. Всем огромное, друзья, спасибо за просмотр. Всем всего доброго и пока-пока.